Вход к морю на 13 станции фонтана снова перекрыт. Тут опять установили шлагбаум. Возле него собираются огромные пробки. Цена вопроса 50 гривен. Многие водители не хотят платить за проезд и поэтому вступают с парковщиками в перепалку. Пропустите человека. У вас нет никаких оснований брать дела. Никто здесь не будет ничего платить вообще. Пропустите человека. Мэрия отчаянно защищает шлагбаум и оправдывает плату за проезд к морю. В прошлом году в Одессе Транфарксервисе заявили, что шлагбаум необходим, так как водители бросают свои машины, где попало, затрудняя проезд к морю. Тем не менее, к законности раскулачивания водителей это не имеет никакого отношения. Есть решение Приморского суда уже о том, что этот шлагбаум не законный. Есть уголовное дело по статье самого правства. Это дорога общего пользования. Закон про доступ к морю, который подписал наш президент Владимир Зеленский, никто тоже не отменял. В прошлом году Приморский суд признал незаконным шлагбаум на 13-й фонтан и обязал бесплатно пропускать транспорт. Иск подали к Одессе Транфарксервису и предпринимателю Оксане Степанюк, которая руководит парковкой. Однако решение не вступило в силу, поскольку сейчас представители Степанюка спаривают его в апелляционном суде. В Одессе Транфарксервисе заверили, что установка шлагбаума на этом месте законная и проводится на основании решения горосполкома и распоряжения мэра. По словам водителей, цена за проезд к морю необоснованно высокая. Это наше море. За что мы платим? 50 гривен. Хотя мы проводили расследование, мы выясняли, что это абсолютно незаконно. Если бы они легально здесь стояли и брали деньги судей, то за проезд к морю можно брать не больше 8 гривен. Проезд к морю – место постоянных столкновений активистов и представителей оператора. В 2019 году одесситы снесли шлагбаум вместе с будкой оператора и открыли доступ к морю. Последняя стычка произошла 1 июня. Активисты вызвали полицию, а у владельцев парковки не оказалось разрешительных документов. В результате работы приостановили. Ненадолго. Нарина Щегова, Владимир Ивжич, телеканал «Репертер».